На еврейце первый стих Библии звучит так «бращит бара элохим», что означает «вначале Бог сотворил». Мы рассмотрим значение его имени, Элохим, в этой важной программе «Узнавая еврейского Иисуса». Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равина Шнайдера Да благословит вас Бог. Шалом, возлюбленные. Я Равин Кёрд Шнайдер. Добро пожаловать на очень важный выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Мы на середине очень важной серии «Личные имена Бога». Мы изучаем еврейскую Библию, Ветхий Завет, который евреи называют «Танах», чтобы увидеть, когда Бог добавлял к своему личному имени Иегова спасительное действие, которое Он совершает в жизни избранных им людей. Это очень важно, потому что, зная, что Иегова соединяет свое имя с определенным действием, которое Он совершает в жизни своего остатка, мы можем довериться Ему в том, что Он совершит это в нашей жизни. На прошлой неделе мы изучали термин «Иегова Ира». Это даже не термин, а личное имя. Когда Иегова добавляет к своему личному имени спасительное действие Ира, Он тем самым являет себя как Господь-обеспечитель. Мы изучили эту тему и закончили прошлый выпуск знакомством со следующим личным именем нашего Спасителя, Иегова Рафеха, или «Иегова Рафа» в книге «Исход, 15 глава, 26 стих». И вот что я хочу добавить. Я по-настоящему вдохновляю вас приобрести всю серию личные имена Бога. Это очень богатый материал. Вы многое пропустили, если сегодня присоединились к нам впервые. Мы начали с того, что Господь явил Себя как Элохим-Создатель. Через какое-то время в 3-й и 6-й главах Исхода Бог явил Себя с личным именем Яхва. Сегодня мы продолжаем изучать, как к имени Иегова добавляются различные действия, которые Бог совершает в жизни Своего народа. Каждый раз, когда Иегова добавляет к Своему имени спасительное действие, Он хочет, чтобы вы доверили Ему совершить это спасительное действие в вашей жизни. Итак, мы читаем Исход, 15 глава, 26 стих, где Яхва являет себя в жизни Своего народа как целитель. Это значит, что Он — целитель наших тел, целитель наших душ и целитель нашего разума. Я хочу, чтобы вы знали, для вас есть ответ. Неважно, с чем вы сейчас боретесь, Божьей благодати достаточно. Бог явил Себя как Ягова Рафаха или Ягова Рафа. Господь — ваш целитель. Сейчас мы прочитаем с вами отрывок из книги Исход. Как я уже сказал, это 15 глава, 26 стих. Это единственное место во всем Слове Божьем, где Господь говорит «Я Иегова Рафаха». Я — Господь, целитель ваш. В Писании есть много мест, где мы видим, что Господь наш целитель. Но это единственный стих, где Господь являет Себя как наш целитель по имени. «Я — Господь, ваш целитель. Я — Иегова Рафа». И вот Слово Божие. «И сказал, если ты будешь слушаться голоса Господа Бога твоего и делать угодное предачами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо я Господь, целитель твой, Иегова Рафаха, или Иегова Рафа. Я — Господь, ваш целитель». Знаете, со сверхъестественным исцелением связано много вопросов. Почему некоторые исцеляются, а некоторые нет? Я мог бы немного поговорить об этом, но хочу, чтобы вы поняли вот что. Откровение, как Ветхого, так и Нового Завета, ясно. Наш Бог — Бог-целитель. Прямо сейчас в книге Исход мы увидели, что Бог являет Себя нам через Своё личное имя, Господь ваш целитель. Если вспомнить Новый Завет, то мы видим в конце седьмой главы Евангелия от Матфея, «Иисус спускается с горы после Нагорной проповеди». Что Он сделал после того, как закончил Свою самую длинную проповедь в Новом Завете? Он исцелил человека. Затем еще одного. Потом еще одного. В итоге Он исцелял всех, кто к Нему приходил. Затем Матфей говорит, что Иисус исцелил всех этих людей после того, как произнес Свою самую длинную проповедь для того, чтобы исполнить написанное Исаией. Матфей цитирует эти слова из Исаии 53 главы. Мы читаем, что когда Иисус умер на кресте, Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Там же мы читаем, что на кресте Он был изъязвлен за наши грехи и мучим за наши беззакония, но вот она главная причина. Для того, чтобы мы исцелились. Другими словами, Матфей говорит, то, что Иисус исцелил всех этих людей, было связано с Его смертью на кресте. Иисус умер на кресте за нас с вами, прежде всего, чтобы наши грехи были прощены. Однако искупление, в том числе, включало в себя Его заботу о нас, об исцелении наших тел. Именно поэтому пишет Матфей, Иисус исцелил всех тех людей, которые приходили к Нему в восьмой главе. «Бог наш Целитель». Даже если мы не понимаем, почему одни люди исцеляются, а другие нет, пусть это непонимание не мешает нам верить и держаться за то, что мы понимаем. В Слове Божьем мы ясно видим, что наш Бог — тот, кто исцеляет. Наш Бог — Бог, который исцеляет. Куда бы ни приходил Иисус, везде Он совершал три действия. Он проповедовал Евангелие, это первое, исцелял больных, это второе, и изгонял бесов из одержимых, это третье. Когда Он отправлял учеников подвое, Он дал им наставление делать три вещи. Проповедовать Евангелие, исцелять больных, то же, что делал Господь, это Его натура, и изгонять бесов. Затем Он отправил в путь 70 учеников, что Он повелел им делать? Проповедовать Евангелие, исцелять больных, и изгонять бесов. Наш Бог по своей природе — Бог, который исцеляет. Библия говорит, «Если тот, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Он оживит и ваши смертные тела. Дух самого Бога живет в нас и дает жизнь нашей плоти». Библия говорит нам так. «Если внешний наш человек и тлеет», другими словами, наши тела стареют. Итак, «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Посредством Духа Божьего, живущего внутри нас, Бог дарит жизнь нашей плоти, чтобы сохранить нас здоровыми. В книге «Исход» Господь говорит, «Я Господь-целитель». И Он говорит возлюбленные об исцелении. «Хочу ободрить вас, довериться Богу, Который сохранит вас телесно, Который будет жизнью для вашей плоти, чтобы вы были здоровы даже в старости». Да, мы будем стареть, да, наши тела будут ветшать, однако мы можем быть здоровыми и даже в старости в преклонные лета. Целитель живет в нас и через нас. Он хранит нас. Я надеюсь, вы также рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле. Я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни также. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народом. Эти принципы начинаются со скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношения на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, «Разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование?» Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которой прикоснулось наше служение, вы получите награду на небесах. Вернемся к нашей программе. Хочу кое-что подчеркнуть для вас в книге «Исход». Послушайте Слово Божие. И сказал, «Если ты будешь слушать согласы Господа Бога твоего и делать угодное предачами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь Иегова Рафеха, Целитель твой». Хочу подчеркнуть для вас два момента, чтобы вы по-настоящему на них сфокусировались. Первый аспект, на который я хочу вам указать, первое, что хочу подчеркнуть, Господь сказал народу, чтобы испытать меня как Господа-Целителя, вам нужно ходить моими путями. Вы не должны воевать с моими путями или ходить своими. Господь сказал, «Если ты будешь слушаться глаза Господа Бога твоего и делать угодное предачами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, тогда, говорит Господь, вы испытаете меня как Господа-Целителя». Обратите внимание, что народу нужно было ходить Божьими путями. Им нужно было слушать Его голос и смиряться перед Ним, перед Его Словом, Его волей и Его Духом. Почему я это подчеркиваю? Потому что сегодня многие христиане, которые хотят исцелиться, даже те, кто верят в божественное исцеление, продолжают безответственно относиться к своему здоровью. Однако они просят Бога исцелить их. Богу важны все аспекты нашей жизни. Знаете ли вы, что в Торе, Ветхом Завете, Бог дал Израилю наставления по каждой сфере их жизни. Он даже сказал им, как одеваться и что есть. Как неевреи, вы не под законом, вам не нужно следить за кошерностью. Но послушайте внимательно. Богу важно, что мы с вами едим. Есть люди, которые борются с высоким холестерином или высоким уровнем сахара в крови. К примеру, ваш рост — метр семьдесят пять, а вес — сто пятнадцать килограммов. Вы продолжаете есть нездоровую пищу, конфеты, печенье, не заботитесь о себе, не делаете упражнений, безответственно относитесь к вопросу питания и ждете, что Бог исцелит вас. Возлюбленные, я считаю, что это безответственно, и нужно что-то менять. Господь сказал, «Если будете внимательно слушать мой голос и делать то, что мне угодно, тогда вы узнаете меня, как Иегову Рафаха, Господа Целителя». Иегова способен сделать очень многое. Если кого-то коробит, когда я произношу священное имя Бога Отца, то, знаете, возлюбленные, я не говорю это в суете. Я говорю это в любви и в почтении. Бог Отец дал нам свое имя, потому что желает, чтобы мы его использовали. Он не назвал бы нам свое личное имя, если бы не хотел, чтобы мы узнали его и называли Бога его личным именем. Имя Бога встречается в Ветхом Завете больше семи тысяч раз. Если я призываю Бога по имени, то это потому, что Бог дал мне привилегию называть его по имени. Я испытал истину того, чем делюсь с вами сейчас на себе. Недостаточно просто ожидать, что Бог Отец будет нашим целителем. Нам нужно содействовать им. Как я уже сказал, он очень многое для нас делает. Он делает это как независимо от наших действий, так и с нашим участием. Давайте сконцентрируемся на этом аспекте. Господь сказал, «Если будете ходить моими путями, делать угодное мне, внимать моему голосу и повиноваться моим заповедям, вот тогда познайте меня как Иегову Рафеха, Господа-целителя». Опять же, Израилю со своей стороны нужно было ходить путями Бога. Мы с вами, возлюбленные, можем многое принять по благодати Бога. Однако нам нужно делать свой вклад, чтобы ходить во всей полноте Его благодати. Если вновь говорить об исцелении, мы должны уделять внимание своим телам. Нам нужно решиться взять эту ответственность, потому что наши тела — это храм Духа Святого. Помня об этом, нам нужно выбирать правильную пищу, принять сознательное решение, делать то, что полезно. Затем, взирая на любящего Бога, нам нужно доверять Ему как нашему Целителю, который сохранит нас здоровыми. Я помню на личном примере, как Бог Отец явил мне себя как Иегову Рафеха, Господа-целителя. Это было год назад. Я был в США, но через несколько дней уезжал в город Гулу, в Уганду, чтобы послужить там. Чем ближе был отъезд, тем больше я стал замечать, что у меня поднимается давление. К тому же у меня болело сердце, и боль не проходила. Я замерял давление, оно было высоким, сердце болело. В понедельник я должен был лететь в Гулу. Была пятница. В тот день я должен был ехать служить в город Толедо, в Огайо. Там я должен был провести все выходные, а в понедельник поехать из Толедо в Детройт, чтобы лететь в Гулу. В ту пятницу здоровье волновало меня все больше. Там, куда я ехал, больницы обходились слишком дорого. Я понял, что нужно сходить к врачу и проверить здоровье. Туда я и отправился. Врач провел несколько тестов, после чего я поехал домой. Дома я начал собирать вещи в дорогу. После визита к врачу прошло около двух часов, и я уже собирался ехать в Толедо. Внезапно зазвонил телефон. Это был мой врач. Он сказал, результаты проверок плохие. Нужно вернуться и сделать кардиограмму. Я ответил, вы знаете, сейчас я собираюсь ехать в Толедо, а в понедельник лечу в Уганду. Наверное, не получится. Он ответил, вам нужно серьезно отнестись к своему здоровью. В то время я как раз проповедовал своему собранию о том, что Бог наш целитель. Я говорил, что нам не нужно бояться плохих диагнозов врачей. Нам нужно доверить Богу. Возлюбленные, я верю, что во всем должен быть баланс. Я верю, что Бог действует через врачей. Но я хотел бросить вызов самому себе истиной, которую проповедовал. Я хотел верить, что Бог мой целитель. Поэтому я сказал, Бог, я доверюсь тебе. Я не пошел к врачу и поехал в Толедо. Там я проповедовал все выходные, давление по-прежнему было высоким, а боль в сердце не проходила. Я очень переживал. Когда я лежал в постели в субботу или в воскресенье вечером, боль начала отдавать даже в легкие. И мне стало страшно. Я подумал, что с моей стороны безответственно ехать в Гулу в такой ситуации. Врач сказала, что результаты не очень хорошие, боль в сердце не утихала, а давление по-прежнему было высоким. Бог, я хочу поверить, что ты мой целитель, но мне кажется, что ехать неправильно. Я нужен своей жене, своим детям. Посреди ночи я разбудил жену, которая спала рядом, и сказал, дорогая, мне кажется, неправильно сейчас ехать в Гулу. Это неправильное решение, это безответственно. Вера моей жены так возросла. Синтия начала молиться за меня и провозглашать, что спасется множество людей, и многие жизни изменятся, когда я буду служить там, в Гулу. Кто-то подумает, просто жена Равина хотела, чтобы он поехал в Гулу. Там у него случился бы сердечный приступ, а она смогла бы выйти замуж за кого-нибудь другого. Могу вас заверить, что все было совсем не так. Моя жена очень меня любит. Это было совсем на нее не похоже. В ней поднялось настоящее вдохновение и дерзновение от Бога. Когда я услышал, с какой верой она молится за меня, я понял, что это было от Бога. Было совсем на нее не похоже, чтобы она так за меня молилась. В сфере естественного ситуация была опасной, но я знал, что Бог хранит меня и призывает ехать. Я заснул, но, проснувшись на следующее утро, снова испугался. Я подумал, «Господь, мне нужно услышать себя, если ты хочешь, чтобы я поехал в Гулу». Я сидел на кровати и держал в руках Библию, чтобы прочесть стихи по плану. Это была совсем новая Библия. Свою прежнюю Библию я обменял, потому что мне стало тяжело ее читать, из-за мелкого шрифта. Я обменял ее на новую Библию с огромным шрифтом. Я еще не знал, где какие книги в ней находятся, потому что она была совсем другого формата, и шрифт был другой. Держа в руках Библию, я сказал, «Господь, я хочу услышать тебя. Ты желаешь, чтобы я поехал в Гулу? Пожалуйста, проговори ко мне». Я открыл Библию, не зная, где ее открываю, и опустил глаза. Возлюбленная, мой взгляд упал точно на 26 стих 15 главы Исхода. «Я прочел, и если будешь ходить с моими путями, внимать с моим заповедям и слушаться моего голоса, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь-целитель твой». Я отчаянно хотел услышать Бога. В ожидании ответа я открыл Библию, и мой взгляд упал точно на это местописание. Единственный стих во всем Слове Божьем, где Господь являет себя, как Иегову, Рафаха, Господа-целителя. Единственный раз во всей Библии, и мой взгляд упал именно на этот стих, я знал, что Бог проговорил ко мне. Мое сердце будто пронзили мечом. Я начал плакать. Мой плач был двояким. Во-первых, я плакал от благодарности за то, что меня так невероятно коснулся Бог-Отец. Также я плакал в раскаянии, потому что Господь сказал, «Если будешь ходить с моими путями и делать угодное мне». Я был убежден, что боль в сердце, которую я ощущал, была вызвана стрессом, который я допустил в свою жизнь из-за неправильных мыслей. То, что я испытывал, было результатом избыточного для меня стресса. Я так горевал, что допустил этот стресс. Это была моя вина, моя ответственность принимать решения, которые уберегут меня от стресса. Я так горевал, что в покаянии обратился к Господу, отдал Ему свое сердце и сказал, «Отец, прости меня. Я буду доверять Тебе, буду покоиться в Тебе и не допущу стресс в своей жизни». Возлюбленная, хорошая новость в том, что, приехав в Гулу, я взял власть над болью в сердце. Я был полностью исцелен. Я вернулся домой, и с тех пор боль не возвращалась, потому что Бог Отец Иегова Рафеха, «Господь наш Целитель, и Он верен». Не позволяйте тому, что не понимаете, удерживать вас от того, что вы понимаете. Слово Божие последовательно и истинно. Бог — Целитель своего народа. Я еще буду говорить об этом на следующей неделе. Не забудьте включить нашу программу. До новых встреч! С вами, как обычно, был Равин Кёртшнайдер. Я люблю вас. Шалом от всех сотрудников программы «Еврейский Иисус». В первой книге Царств, 2 главе, 30 стихе, мы читаем слова Бога. «Прославляющих Меня, Я прославлю». Бог сказал, «Прославляющих Меня, Я прославлю». Это касается и еврейского народа. Бог сказал Моисею, «Благословляющих тебя, Я благословлю». Я верю, что на моей жизни и на этом служении есть сверхъестественное призвание. Я верю, что, посеяв это служение, вы получите намного больше. Ваш финансовый вклад свяжет вас с помазанием, которое почьет на этом. И вы будете по-настоящему благословлены. Поэтому, возлюбленные, я прошу вас сделать сегодня ваш финансовый вклад в это служение, в программу «Узнавая еврейского Иисуса». Я уверен, что вам воздастся мерой добрую и утрясенную. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Я принял Господа Иисуса Христа благодаря вашей программе. Спасибо вам, Равин, и спасибо, Иисус. Теперь я знаю, что служу нашему царю. Я был рожден свыше и спасен. С любовью к Господу, Клейтон из Калифорнии. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Славянны. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Славянны. 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 Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего. И будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое. И да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Возлюбленная Библия говорит, что каждый, рожденный от Бога, побеждает мир. И это больше, чем победа. На следующей неделе я буду говорить о личном имени Бога Иегова Нисси. Бог — моя победа. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровений». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. Продолжение следует...